Так, сегодня займемся либо пересадкой, либо перевалкой. Посмотрим, как это получится. Папоротника Венелин волос. Очень симпатичный, приятный папоротник. Ну, нежный, требует внимания к себе. В данном случае, вот это растение в горшке уже переросло в свой горшок. И поэтому требуется срочная пересадка. И еще что хочу сказать. Для того, чтобы легче вытащить было из горшка, и потом все удобнее. За час или за два до пересадки или перевалки, надо растение полить, чтобы хорошо промок ком, и тогда придется вытаскивать. Удобнее будет вытаскивать. Но мы немножко забыли об этом, и теперь придется ножом пытаться отделить от стенки. Он еще не хочет отделяться. Не идет, отрывается. Вот. Тонким ножом придется немножко его... Сушки готовятся. И все делается. Может, тогда горшок разрезать? Не знаю, что горшок разрезать. Жалко горшок-то. Сейчас попробуем, но все равно какие-то стебли пропащие будут. Потому что, видишь, что... Они повреждаются, получается, при таком, да? Ну да, конечно, корни-то близлежащие. Я ведь в селепую тыкаю нож, хоть стараюсь вдоль стенки. Но... Сейчас попробую. Я не сомневаюсь, что вытащил. Даже и не... Ну-ка, сейчас мы его помнем, поколотим. Гершок пластиковый, я его помну, чтобы отходило от стенок. Ну, и чтобы ухватываться, они тонюсенькие. Оторвешь их. Помочь? Так, помочь. Оторвем вот все. Растение так плотно сидело в горшке, что ножом не смогли. Пришлось разрезать горшок. То есть, очень давно надо было уже сделать пересадку. Это я убираю желтый. И посмотрите, как плотно сплелось. Вот это вот все корни. Это все корни, и сплошная штука. Значит, если мы хотим его размножить, то вот этот ком надо разделить на два или три куста. И можно каждый в свой горшок посадить. А если мы не собираемся его разделять, то нужно что сделать? Надо немножко как-то растеребить, размять верхний слой, чтобы корни потом росли. Это я убираю дренаж от старого горшка. Он уже туда бросил. Да. Не он врос, корни его обросли. Вот. Он там ни к чему. Ну и вот получается, что корни тут все черные. Молодых-то мало, не видно. Ну, а в данном случае лучше его делить или оставить таким растением? Даже затрудняюсь сказать. Лучше, наверное, поделить. Но с другой стороны, вот сверхних-то корней не видно почти. Так может не трогать и дать. Давай я сейчас его еще помну. Это чтобы немножко как-то растеребить ком и свободней было с посадкой. А там еще эти все-таки камни. Идут новые заростки. Ну, тогда может посадить и вот тот маленький посадить. Отдельно. Да. Я попробую разделить. То есть в таком случае надо постараться разделить растение, чтобы был запасной вариант, да? Так, покажите нам, как вы его делите. Вручную. И внутри нет свежих корней. И внутри нет. Вот. То есть это у нас отдельное молодое растение получается, да? Будет отдельное растение. Там еще вот, видишь, жили, деки. Так что я даже не знаю, как он будет расти. Еще одно растение. Ну, это тоже будем садить. Получается, можно торговать теперь. Идут молодые заростки. Вот, может быть, за счет них будет идти восстановление. Потому что я не вижу здесь вообще живых свежих корней. Ну, как-то ведь оно росло до этого. Ну, вот. Не зря же оно желтеет. Ну, оно желтеет от того, что ему не хватает почвы, я так понимаю. Ему воды может не хватать. Воды не хватает, да. Потому что был очень маленький горшок для него уже. Ну, и это восполняется более частым поливом. Ну, значит, в горшок, как всегда, на дно надо насыпать дренаж. Насыпаем некоторое количество земли. Сейчас туда не просыпалась. Там горкой у нас не выйдет. Вот так вот. Смотри, тебе не видно. Вот, вот поставили. То есть, вот там я насыпала немножко земли. Но я ее не горкой сделала, а наоборот, немножко ямкой. Потому что, чтобы было куда сыпать землю вокруг. Я подержу. Ну, давай, по центру. Посадим его по центру. На солнце не выставляй сразу. По центру вот это. Вот. Почему не выставлять на солнце? Ну, потому что корни-то нарушили. То есть, даем ему время для адаптации. Да, чтобы оно на месте на этом освоилось. И может быть даже его опрыскивать. И именно из-за того, что вот корни непонятно как. Вот. До самого верха не насыпаем землю. Вот так вот сделаем. Потому что для полива место, чтобы было. Но потом надо смотреть. Если земля сильно осядет, тогда может быть и добавить. Вот так вот. И вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...